Мы все слышали миллионы раз, что нужно тренироваться. Но исследование, которое я недавно прочитал, сразило меня на повал, насколько важны ежедневные тренировки. В исследовании четко написано, что тренировки способствуют более высокой продуктивности и повышению уровня счастья. Вам нужно тренироваться, предпочтительно утром. Когда они сравнили тех, кто тренируется, скажем, четыре раза в год с теми, кто тренируется четыре раза в неделю, вы, наверное, подумаете, что те, кто тренируется четыре раза в неделю, будут более продуктивные и счастливые. Дело не в этом. Это касается тех, кто тренируется утром. Итак, за 20-минутную тренировку вы перезагрузите свой мозг. Вы будете счастливее, более продуктивными, следующими 8-12 часов. Подумайте об этом, друзья. Кто не хочет начать день более энергичным, чувствуя, что он может захватить мир? Прогуляйтесь с собакой. Отжимайтесь, поплавайте в бассейне, побегайте, сходите в зал. Найдите то, что вам подходит и займитесь этим утром. Господа, в сегодняшнем видео мы поговорим о главных делах в вашем утреннем распорядке, которые вы никогда не должны пропускать. Далее дайте себе время насладиться бритьем. Если у вас борода, дайте себе время привести ее в порядок. Большинство парней гордятся тем, что они бреются за минуту. Я понимаю, я занятой отец, я знаю, что вы можете торопиться. Электрические бритвы – это здорово, когда вы в дороге, вам нужно быстро побриться. Если задуматься, мужчины бреются уже тысячи лет. Этим занимался твой отец и прадед. Итак, дойдем до древнего Египта и Греции, они тоже брились. Подумайте об этом, вы наслаждаетесь бритьем? Это целый ритуал. У вас есть ритуал бриться? Да, нет. Видели ли вы когда-то карту бритья? Вы знали, что волосы на вашем лице растут в разных направлениях. Во время бритья вы используете дешевый крем, в состав которого входит непонятно что и бутан, и станок, который режет и царапает все ваше лицо. Так как перейти на следующий уровень? Первое, что я порекомендовал бы дать себе время. Выделите себе не одну-две минуты, а десять-двадцать. Только подумайте, пятнадцать минут непрерывного времени, чтобы подумать о том, каким будет хороший день. И вы используете станок, как и тысячи поколений в прошлом. Итак, поговорим о завтраке. Избавьтесь от голода. Вы провели от 8 до 10 часов без еды, вам нужно что-то поесть утром. Я знаю, что многие из вас будут спорить. Я обычно голодаю в это время, я не должен опаздывать, я на специальной диете. В таком случае я понимаю. Но как насчет того, чтобы приготовить завтрак другим? Если вы в отношениях, вы женаты, у вас есть дети. Для меня это реальное преимущество завтрака. Мы садимся как семья и уделяем время на разговоры. До того, как мы начинаем наш занятой сумасшедший день. Вы один и с вами никто не живет? Как насчет того, чтобы позавтракать с тем, кто важен для вас? Или кого вы хотите узнать? Я знаю очень много предпринимателей, которые выделяют время для людей, чтобы пообщаться с ними во время завтрака. Теперь поговорим о выборе одежды. Вы знали, что до этого дойдет. Это же канал про стиль. Как ваша одежда влияет на других? И как ваша одежда влияет на вас? Как она влияет на вас? Этим занимается наука об ограниченном познании. И она ясно показывает в своих исследованиях, если вы носите правильную одежду, вы чувствуете себя лучше, вы действуете лучше. И это главное. Для меня пиджак подобен доспехам. Мне нравятся вещи, в которых я чувствую себя сильнее, выгляжу лучше. И когда я ношу их, я чувствую себя увереннее. Если оденетесь для тела, которое у вас есть, вы будете чувствовать себя лучше, сильнее. Поговорим о том, как она влияет на других. В головах у людей есть представление о том, как выглядит успех. Как выглядит великий юрист-консультант, который придет и поможет преобразовать мой бизнес. У меня есть представление о том, как выглядит надежный человек. Вы должны отвечать ожиданиям. Итак, время. Мы это поняли, но мы спешим. Подготовьте одежду накануне. Вы обнаружите, что подготавливая одежду, вам будет легче одеваться стильно. Вы можете использовать подставку под одежду. Я даже советую. Это очень простой путь. Собрать все, что вы наденете утром. Создайте взаимозаменяемый гардероб. Я говорил об этом множество раз, но просто возьмите подходящий друг другу. Пиджак, брюки, рубашки. У вас появляется униформа, вы создаете образ. Вы говорите этому миру, кто вы, чего придерживаетесь. У вас имидж мужчины, каким вы хотите быть. Итак, поговорим о медитации. И для меня она означает приходить в сознательность, быть в настоящем, все тщательно продумывать и использовать свой мозг. Должен признать, я считал подобной вещью ерундой, пока не оказался в морской пехоте. И офицер, которого я уважал, показал мне то, как тренирует солдат. Он заставлял их продумывать сценарий. Он помещал их всех в комнату, и они с закрытыми глазами продумывали сценарий. Они визуализировали еще до того, как выйдут на поле боя. Они должны были пройтись по нему, описать все в деталях. Что они будут делать, действия, которые будут выполнять. Было видно, что это дает гигантский эффект. В этом мощь медитации. Вы делаете перерыв и продумываете, каким должен быть этот день. Что я буду делать в следующий час? Что касается меня, я часто веду дневник. И я рассматриваю это как форму медитации. У вас множество вариантов. Вы можете записать свои мысли, давая себе время подумать. Это дает гигантский эффект. Так я начинаю свой день и знаю, что я должен сделать. Далее выражайте благодарность в общении. Главное здесь, что вы должны благодарить. Вы должны быть благодарны людям в вашей жизни, которые помогли вам чего-то достичь. Это может быть тренер, может быть учитель. Или же просто хотите написать кому-то на Фейсбуке «Я хочу сказать тебе спасибо, Майк, за то, что ты был прекрасным тренером». Когда это мне было нужно? Ты меня сильно вдохновил. Когда вы хвалите, когда вы благодарите, вы чувствуете себя великолепно. И человек, получающий это, чувствует себя прекрасно. Позвоните по телефону, поблагодарите маму за все, что она сделала. Свою тетю. Я думаю о том, что сделала моя тетя. Она много значит для меня. Я люблю отсылать ей сообщения. Она глухая, у нее плохое здоровье. Она любит собак и обожает такс. Это одна из причин, почему у меня такса. Я люблю фотографировать своего пса, детей и отправлять фотографии. Сделайте это частью своего распорядка, и я вам говорю, вы будете чувствовать себя лучше. И если вы начнете уже с сегодняшнего дня, вы сделаете много больше. И я хочу это увидеть. Итак, какое видео посмотреть следующим? Как насчет того, чтобы проснуться в 5 утра? Вставая рано, у вас будет время сделать все, что я рассказывал сегодня. Или посмотрите видео о том, как правильно бриться. Я разделил это на 7 шагов. Я рассказываю, что нужно делать в эти 20 минут, чтобы побриться идеально.